Всем привет! Сегодня у нас в гостях интересный и нечастый аудиодевайс, Кассивер, очень интересного производителя хай-фай техники, Сенсуй. И производитель интересный, и класс устройств нечастый, и сама модель интересная. Звезды сошлись. Невозможно было не снять этот ролик. Что есть Кассивер? Это устройство, объединяющее в одном корпусе полный, то есть интегральный усилитель, тюнер и кассетную деку. То есть, другими словами, Кассивер это классический ресивер, к которому добавили кассетную деку. Но сначала немного истории. Что самое сложное в истории этой компании? Правильно, это произношение ее названия. Призовем на помощь искусственный интеллект, а именно гугл-переводчик, вобьем английское написание названия фирмы, послушаем. Потом напишем название на японском языке. Опять послушаем. А теперь обратимся к историческим моментам и послушаем. Как тогда произносилось ее название? Например, в ее рекламных роликах. Посмотрим рекламный ролик 1983 года. Смотрим и главное слушаем. Что-то большее, похожее на Сенсуи. С легким И на конце, на мой слух. Так что, несмотря на, казалось бы, простое название и написание, не все так однозначно. В любом случае, давайте жить дружно и не будем устраивать беспощадный холивар по этому поводу произношения в комментариях. Главное, чтобы все понимали, о чем мы говорим. А произношение, ну не знаю, давайте оставим делом вкуса или привычки. Добавлю, что полное наименование компании Сенсуи Дэнки Корпорэйшн. То есть, корпорация Сенсуи Электрик. Компания была основана в Японии в 1947 году в городе Токио. Касако Кикучи, вот он, основатель на фото, который до этого работал дистрибьютором деталей в Токио. К сожалению, история не сохранила. Название компании этого дистрибьютора или мне не удалось найти, насколько. Но в силу своей тяги к перфекционизму, иного объяснения этой легенды я не нахожу, из-за низкого качества комплектующих, с которыми Кикучи пришлось иметь дело, он решил открыть свое предприятие по производству ради деталей. Еще один момент по названию. Основатель Касако Кикучи описал название компании Сенсуи как непоколебимая философия, подобная горе и скрытая сила, подобная воде. Вот логотип компании, который оставался практически неизменным с 1947 по 1987 год. Могло меняться цветовое решение немного, но шрифт оставался неизменным. В качестве первой линейки продуктов он выбрал трансформаторы. Одна из основополагающих мыслей Кикучи при создании предприятия заключалась в следующем. При более высоких ценах мы будем производить продукцию более высокого качества. В конце концов продукция создаст нам репутацию, и она будет способствовать развитию бизнеса. Кикучи начал со стартового капитала, эквивалентного 500 долларам США, и штатов сотрудников 10 человек. Вот фото помещения первого производственного. Возможно там же и офис располагался. А вот более поздняя итерация этой фоточки. Художественно обработанная, видите? Возможно она висела как напоминание о том, как все начиналось где-нибудь в кабинетах руководителей. Вот фото производственной линии по производству трансформаторов, или может быть конвейера, по их сборке другими словами. А вот рекламный материал. Входные трансформаторы, выходные трансформаторы, силовые трансформаторы, трансформаторы для транзисторных схем, ну и катушки индуктивности, чок-коилс. Единственное, что и фото производственной линии, и как бы вот этот рекламный материал, он относится чуть более поздним временам. Я так полагаю, что может быть фото производственной линии относится к годам 50-м, а рекламный материал, вот эта листовочка, относится наверное все-таки к началу 60-х, к середине 60-х годов. Потому что видите, в первых строчках идет что у нас? Трансформаторы для транзисторных схем. То есть транзисторы это все-таки начало-середина 60-х. В 1954 году Sensui начала производство ламповых усилителей звука. Одним из лейтмотивов компании на тот момент была мысль. Улучшая качество и технологии трансформаторов, мы поставили перед собой цель воспроизводить более качественный и музыкальный звук. В этом году в Sensui насчитывалось уже 99 сотрудников. В 1956 году компания освоила производство ламповых ресиверов. В 1957 году к компании присоединяется японский звукоинженер, а позднее бизнесмен, Ташихико Майзона. Вот его фотографии более раннего периода, примерно 70-е года, а вот чуть более позднее, примерно 80-е года. Личность легендарная в сфере ябкой аудио. Помимо 30 лет работы в Sensui Electric, позднее он 20 лет возглавлял Artafon Japan. Людям в теме не надо рассказывать, что это за подразделение. Кто не очень, эта компания на протяжении более века играет значимую роль в индустрии звуковоспроизведения. А в ее японском подразделении расположена передовая научно-техническая лаборатория и производственные мощности этой компании. Вот логотипчик, соответственно ее, а вот такие штуки она разрабатывает и выпускает. А еще позднее, в 2007 году, он основал собственное предприятие, Майзону Soundlamp Company, которое в том числе производило и производит кабели под маркой Zonaton. Вот такие вот космические на картинке они, видите? Об этом, товарищи, расскажу в одном из последующих выпусков нашей телепередачи. Эта дядька явно того заслуживает. Но немножко забыт бывает при изложении истории Sensui в некоторых источниках. В 1958 году Sensui представила свой первый ламповый предварительный стереоусилитель SP-220. Вот он на картиночках. Лицевая панель. Вид сверху с закрытой крышкой. Шасси сверху. Вид вместе с лицевой панелью. Три четверти сзади, скажем так. Вид подвала, как скажут бывалые радиолюбители. И техподполье, как мне больше нравится. Индикация. Тут логотипчик опять же. Магический свет ламп. Вид на коммутацию, на разъемы. Серьезный уровень для конца 50-х годов. Ну вот рекламная листовочка вместе со спецификациями. А вот принципиальная схема. Так неплохо, да? Для конца 50-х годов. Прямо вот совсем неплохо. Ну и по лицевой панели. Что можно сказать? Ну прямо я бы не сказал, что это конец 50-х. По мне вот так вот 60-й больше напоминает. То есть к вопросу авангарда. В том же 1958 году был представлен первый ламповый стереоусилитель фирмы. Q3535. Давайте посмотрим на его картиночки. Вот вид спереди. Три четверти такой высокохудожественная фоточка. Еще одна художественная фоточка. С акцентом на свечение ламп опять же. На заднем фоне трансформаторы массивные. Ну еще одна художественная фоточка. Еще один ракурс. Невозможно не полюбоваться. Еще один ракурс. Вот смотрите, вид сверху. Смотрим на трансформаторы. На их количество и на их размерчик. Мне кажется ничего удивительного, что после трансформаторов Сенсуя решила расширить линейку до усилителей. Напрашивался вариант. Посмотреть в сторону производства усилителей. Подвал. Транс аж прям вот не могут не вызывать уважение. По крайней мере размерами. Ну еще более такой общий вид того же подвальчика. Еще одна художественная фоточка. Ну вот принципиальная схема этого усилителя. По мне так обращает внимание количество моточек на выходных трансформаторов. Посмотрите, видите, и на 4 Ом мы можем работать, и на 8 Ом, и на 16 Ом, и на 32 Ом. И что могу сказать. И это конец 50-х годов. Мне кажется тоже очень и очень серьезный уровень. В этот же период Сенсуя начала поставки на экспорт. И целью компании, по словам основателя, стала создавать Hi-Fi продукцию лучше, чем продукция Фишер или Скотт. Давайте посмотрим, что выпускал Скотт и Фишер в те годы. Открываем каталог Фишер на 58-й год. Тут у нас общая фоточка. Вступительное слово о компании. Фоточка президента наблюдаем в левом нижнем углу. Ну вот у нас усилочки представлены. Top Quality, Hi-Fidelity компонент. Такие цены тоже, мне кажется, серьезные. Там 189 долларов, 229 долларов. Это, кажется, серьезные деньги на тот момент. Более чем. То есть стереофонические компоненты. Видите, делается отдельный акцент на этом. X101 стереоусилитель. 101R стерео FM AM Tuner. New 400C стерео предусилитель. Потом, видите, New 30C. Моноурал. Моно предусилитель с эквалайзером. Это, чтобы стерео создать, надо две штуки покупать. Потом же опять New PR-66 стерео преамплифир. То есть тут, ого. А, ну то есть какая-то бюджетная штука есть. Видите, PR-6 лавкост преамплифир. И потом что-то там в деревянных кабинетах. Видите, вот кабинет. Фо-фишер компонент. Что мы здесь видим? Деревянные кабинеты, видимо. Та-500 FM AM Tuner преамплифир. Сотый. Усилитель просто. Сто в кавычках. Потом FM AM Tuner 90T. И такие цены-то тоже, видите, неплохие. Там за Та-500 250 бакинских просят без малого. За 30-ваттный усилитель под маркой 100-119 долларов. 239 за 90T Tuner. Далее у нас идет FM 90X Gold Cascode Basic F1 Tuner за 169 долларов. 90R FM AM Basic Tuner. И еще Niu 260 Ватт Basic. Ну, то есть, неплохой такой ассортимент. Смотрите, вот тут, наверное, деревянные кабинеты. Под фишер компонент. Деревянный кабинет имеет скромное название. Президент 4. Вариации модерн. Такой, видите, строгий модерновый стиль. Без вычурностей. В левом верхнем карманчике видим усилитель мощности. В правом верхнем карманчике наблюдаем тюнер, скорее всего. В левом нижнем карманчике наблюдаем катушечный магнитофон. А в правом нижнем выдвином ящичке проявитель винила. Его слабо видно, но мы догадываемся и видим. Внизу вот винильчики же лежат у нас. Лениво. Разбросанные. Выскохудожественные, я бы сказал, даже разбросанные. И стаканчик с коктейлем. А наверху стоят фрукты в вазочке. Приятно. Еще что мы видим. А это тот же. Президент 4. Только, видите, уже в исполнении провиншал. Провинциаль. Провинциальный, короче. Короче, кантри стиль. Я так не буду ломать язык в произношении провинциаль. Ну, с Фишером закончили. Плавно перейдем теперь к Скотту. Что нам предлагала фирма Скотт тот год? А у нее повогаче. Видите, цветовая гамма. И страничек побольше. Видите, 59-й год. Аж Скотт. Стерео, монофоник, хай-фай-дилити. Компонент. Обложечка. Далее. Вступительное слово. Что есть хай-фай-саунд. Что есть высококачественные компоненты. Почему раздельные компоненты лучше. Ну и так далее. То есть там научно-образовательное такое все. Сколько должны стоить компоненты. Вот это вот все. Что такое стерео, даже нам поясняется. В конце вступительной статьи. Теперь нам рассказывают, как работает стерео. Вы видите, с картинками. Красота ведь. Тюнер у нас прям, смотрите, прям основной источник, можно сказать, звуковоспроизведения на те годы-то. Идут монофонические моменты там такие. Все объединяются. У нас объединяются. Легким движением руки объединяется стереосистема. А, винил тоже присутствует. Ну, далее. Далее у нас какой-то стереоадаптер. То есть стереоадаптер. Стереомастер. Контрол-центр. То есть как легким движением руки из двух монофонических усилителей создать стереосистему, я так понимаю. Далее мы видим полный усилитель. 99D. Далее мы видим 209-й усилитель. Тоже 36-ваттный. Тоже полный. Далее видим 210F-модель. Справа видим 121. Эквалайзер, преамп. Все очень непросто было у Скотта. Но тут тоже какие-то пояснительные записочки. Какое-то, смотрите, там что-то. Саундлил-мидер. То есть какое-то звукоизмерительное оборудование присутствует у Скотта. Так, далее идет, значит, стереоусилители пошли. 299-я модель. Далее пошел AMFM-тюнер. Модель 330. Также стерео. Прям по тюнерам-то какой широкий выбор, да? 130-й. Стерео-предусилитель. И вот мычничок 40-ватт. Красота какая. Как вам так интересно? Оформлено, да? Ну, очень так же так. Браткас, монитор, тюнер. Блин, ребята, не знаю. Не буду врать, что это такое. Что-то он мониторит. Браткас-твое. Так, FM-тюнер отдельный 311-й. АМФМ-тюнер. Ну и пошли проявить левинила, да? Стребоскопик Тернебл. 710А. И отдельно картридж. Ну вот, со Скоттом все. Ну, то есть, серьезный уровень. Она тут предлагала, что Фишер, что Скотт. То есть, ничего удивительного. Что основатель Сенсуй выбрал их в качестве цели. Для битья. Да? Ну, конечно, можно позавидовать. Амбиции, мы уверенность основателя Сенсуй. Просто. Можно просто позавидовать. В 1959 году были представлены первые интегральные усилители фирмы. Это SM-88. Давайте посмотрим на картиночки. Посмотрите, лицевая панель. Мне удивительно. Это конец 50-х годов. А я бы сказал, что это уже так по дизайну. Ну, конец 60-х, начало 70-х. То есть, как бы здесь у нас все есть. Громкость. Басы. Верхние частоты. Баланс. Селектор входов. И какой-то непростой, слева большая ручка, селектор режима. То есть, два стереорежима и два монорежима. Ну, не могу сказать. Ребята, не буду. Не был в руках и, так сказать, сильно не разбирался, что к чему. Такая индикация тоже тут присутствует. Достаточно развитая. Индицирует нам что? Индикация. Наблюдаем три лампочки. И это аналоз индицирует входа. AUX, фоно, тейп. Ну, интересно. Почему нет индикации сети? Или подразумеваем то, что включенный усилитель какой-то точно будет светиться. Так, дальше у нас задняя панель. Ну что, тоже так очень все. С одной стороны лаконично, а с другой стороны я бы не сказал бы, что и просто. И коммутация такая интересная. И так все это выполнено. Очень интересно. Так, вид сверху. Опять же, трансформаторы обращают на себя внимание. Ну, так аккуратненько. Скромненько и со вкусом. Дальше подвальчик. Любимый. Многими. Далее принципиальная схема. Пардон за качество. Другой не нашел. Тут не особо ничего и видно. Так. И в том же году был представлен первый стерео-ресивер под индексом SM20. Ну вот, смотрите. Красота ведь, да? И конец 50-х годов. Просто смотрим на дизайн. Я не знаю. Я бы сразу бегу, так сказать. Не знав, что тоже дал бы гораздо более поздние года этому дизайну. Все есть. Опять же, замороченный. Селектор режимов. Опять же, два моно-два стерео. На выбор. Трехдиапазонный тюнер наблюдается. TFM диапазон снизу. Потом посередине идут средние волны. То есть AM. В японской классификации сверху, я так понимаю, идут кола коротких волнов. И снизу идут целый ряд регуляторов-селекторов. Слевый селектор входов. Дальше идет громкость. Дальше идут низкие частоты регулятора. Дальше идут высокие. Дальше идет регулятор баланса. Так, вот здесь вот правый нижний селектор диапазонов. Там единственное, что для FM предусмотрено два положения. Просто FM. И, так сказать, постройка частоты. Ну и справа от шкалы, так сказать, ручка настройки. По мне, ну очень такой приятный дизайн. Я бы сказал, что 60-е, даже может 70-е года. Но приятно. Позднее, в начале 60-х годов, наиболее значимыми моделями были ресиверы под индексами 500 и 1000, выпущенные в 63-м году. Далее, в 64-м году, последовали ресиверы под индексами 500А и 1000А. Интегральный усилитель АУ-70, выпущенный в том же 1964-м году, принес компанию Сенсуй заслуженную репутацию среди зарубежных любителей хай-фай-звучения того времени. А интегральный усилитель АУ-111, выпущенный в 1965-м году, по оценкам многих энтузиастов марки, стал лучшим ламповым усилителем Сенсуй и выпускался до начала 70-х годов. А также в 1999-м и в 2001-м году были выпущены переиздания данной модели. В аудиожурналах 60-х годов писали, что усилители Сенсуй были так хорошо сконструированы и реализованы, что мало мог кто поверить, что они были спроектированы и изготовлены японской компанией. Это было задолго до того, как надпись Made in Japan стала синонимом высокого качества. Также надо заметить, что Сенсуй в то время не экономила ни на одном из своих продуктов. Именно по этой причине покупатели полюбили продукцию Сенсуй. Она была хорошо спроектирована, хорошо сконструирована и великолепно звучала. Последними ламповыми усилителями Сенсуй стали предварительные усилители CA303 и усилители мощности BA202 и BA303, выпущенные в 1967 году. Это были очень амбициозные продукты, оказавшие значительное влияние на более поздние конструкции ламповых усилителей других производителей. В середине 60-х годов ламповые технологии Сенсуй достигли своего пика. Однако быстрый переход всей аудио-отрасли к новым транзисторным технологиям вынудил Сенсуй придерживаться той же тенденции. В том же 1967 году Сенсуй представил свой первый интегральный усилитель на кремниевых транзисторах AU777, который стал впоследствии бестселлером. В 1968 году Сенсуй расширила производственную линейку. Давайте полистаем ее каталог того времени. Вот так хорошо и интересно оформленная обложечка каталога. Следующая страница. Тут нам рассказывают о возможностях фирмы. Такой у нее инженерный потенциал производственный. Видите, серьезные инженеры сидят за серьезным комплексом измерительной аппаратуры. Комната прослушивания, или вернее безэховой камеры, видимо, скорее всего, была уже в распоряжении у них. Далее мы видим модель ресивера 5000 AMFM стерео Далее модель 3000 с индексом А Также стереоресивер 130 Вт Далее модель 2000 Далее модель 1000А О которой мы уже говорили сегодня Вот видите, она до сих пор стояла на конвейере Была доступна для заказа, покупки Далее модель 800 Далее модель 350 Далее модель 250 Смотрите, сколько они ресиверов выпускали 220 модель под индексом Вот Усилитель AU111 О котором мы говорили ранее Один из лучших ламповых усилителей на протяжении многих годов Да и до сих пор Далее тут связочка, видите Усилитель AU777 И тюнер TU777 И тюнера шкала, конечно Вызывает уважение Далее тут связочка идет Усилитель AU555 И тюнера 555 У этого тоже такая шкала серьезная Далее усилитель AU222 А к ней рекомендуется к покупке Тюнер 555 Далее, а я вот тут немножко затрудняюсь Модель PA100 А называется он Hi-Fi Public Адрес Амплифайр 60 Ватт То есть это что-то Типа Hi-Fi усилителя Трансляционного Не знаю Не разбирался Не буду врать Или фантазировать Далее, о чем мы говорили Предварительный ламповый C303 Далее вот эта вот Парочка сладкая BA303 BA202 Вот Первый Проект для винила фирмы CR4040BC Но это не все Видите 3030 Моделька еще была Уже Доступна И SR2020 SR Вот видите Уже пошла акустика В производственной линейке SP2000 SP300 Дальше SP200 SP100 SP50 SP30 Видите Как они Быстренько освоили И акустику тоже И наушники SS2 Ну и дальше Что-то Что можно Собрать За ваши деньги Какую Конфигурацию Комплектацию Какой себе Стереосетап Можно Замутить В том же 1968 году Кикучи Подчеркнул Философию компании Быть независимой Без аутсорсинга Сенсую Прекратила Производство Трансформаторов Для других Компаний Таким образом К концу 60-х годов Всего лишь Спустя 10 лет После начала Выпуска Аудиотехники Сенсую Стал полноценным И серьезным игроком На полине Hi-Fi Два шли в гору И в этот период Компания переехала В новую штаб-квартиру Вот видите Ее картинка Расширила Производственные Логистические площадки Сейчас я вам покажу Тоже Картинки По этому поводу Смотрите В 66-м году Был открыт завод Мусахи Далее Производственная площадка Сизуоки Точную дату не скажу Но это тоже Примерно 60-е и 70-е годы Вот это Логистическая площадка Фукусиме Вы уж извиняете За качество картинок Но Японцы вообще Они любители миниатюр И тоже Рыскал-рыскал С лучшим разрешением Но на японских сайтах Только такое Скромное разрешение Было доступно И еще Мне удалось найти Интересные Фотографии Это Производственная площадка С сайтами Она была открыта Кажется В 59-м году Но вот эти фотки От 95-го года Когда уже Дела Пошли Под Даткосик И то есть Вот эта вот Единица Производственная Научно-техническая Была уже закрыта И тут сейчас Можно будет Чуть дальше Наблюдать Такие Легкие Следы Упадка Вот видите Производственные корпуса Балкончик Такой милый Вот видите Проходная И что мы видим Уже так Слегка Травка пробивается Между плиточек Собянина Не хватает Чтобы переложить Ну вот Общий такой вид Издалека На эту Зданицу Вот видите Такое Производит впечатление Уже Немножко Такой Заброшки Как-то Фасадик Подустал Ну напоминаю Вот эти фотографии От 95 Года А вот эта Площадка Скажем так Производственная Техническая Или может даже Научно-техническая Была открыта В 59 В 1971 В 1971 Находясь В авангарде Аудиотехнологий Сенсу разработала Собственную систему Квадрозвучания Которая получила Название Коэс Регуляр Матрикс И представила Кватфоник Синтесайзер Коэс 1 Вот он На картинке Который мог Моделировать Четырехканальное Стерео Из двухканальных Источников Разделение Каналов Составляло Всего 3 дБ Но в силу Психоакустических Особенностей Человеческого Ухо это работало И звучало Относительно хорошо Давайте посмотрим Несколько страничек С каталога Того года Где подробно Все объясняется А также Легким и доступным Язычком Рассказано Как можно потратить Деньги больше Вот обложка Этого каталога Вот модельки Коэс 500 И Коэс Коэр 1500 Вот смотрите Коэс С двух сторон Лицевая панель И задняя панель С коммутацией 4 индикатора Там у нас По штуке На канал А вот Интересные Таблички Как можно Потратить денег Больше Сначала Картинку Посмотрим Вот видите Примерный Квадро Ситап На основе Коэс 1 То есть Берутся Двухканальные Источники Приемник Винил Катушечник Опционально Можно даже Второй поставить И сигнал У нас Уходит На усилитель Что-то На Коэс 1 Уходит И уже Оттель Идет На 4 Громкоговорителя А дальше У нас Удут Таблички Вот смотрите В случае Простого Стерео Ситапа Скажем так Что мы делаем Допустим У нас Когда достаточное Количество денег Идем По верхней линейке Флагманской Покупаем Проигрыватель Винила СР 4050 За 49500 Тюнер Берем 999 За 60 тысяч Иен Почти Усилитель Берем 999 За 85 тысяч Иен Берем Акустику СП 2005 37900 Два раза И в результате У нас Такой Дорогой Богатый Стерео Ситап Нам обходится В 270 Тысяч Йен Но это Не все Зачем Тратить Меньше Когда можно Потратить Больше И мы Покупаем До кучи Коэс 1 За 40 Тысяч Йен Ба 150 То есть Дополнительный Усилитель Мощности За 53 Тысячи И еще Пару 2005 Громкоговорителей По 37 900 За штуку И на выходе Довесочек У нас Получается 169 800 А всего В случае Квадросистемы Можем Потратить 439 800 Йен Полляма То есть История Мне кажется Повторяется Ставьте лайк Кому это Напомнило Ситуацию С Dolby Prologic И более поздними Системами Домашних Кемнотеатров Ну и там Вариации есть Попроще Но нет У человека Полляма Можно Потратить Чуть поменьше 434 Чуть-чуть Попроще Собрать Этапчик Или вообще Там такой Бюджетный Нещуковский За 350 На самом деле Мне кажется Колоссальные деньги Для того времени Не состояние Конечно Еще Но уже Так Ощутимо Можно было Размять Бумажничек В 1973 Году Сенсуй Представил Более совершенный Декодер Квадрозвука Коэс Варио Матрикс С разделением Каналов Уже в 20 ДБ Но к сожалению Сенсуй Проиграла Квадрогонку Конкурирующим Стандартам Квадрозвука Это прежде всего Система СКю Разработанная Совместно Колумбия CBS Самая популярная Матричная Система На тот звук И Самая совершенная Четверхканальная Система Тех лет CD4 Или квадродиск Разработанная Совместной Японской GVC Американской RCA Но Более поздние Модели Квадрогонку Сенсуй Могли бы Сопрогонку Записи Стандартов Конкурентов Вообще Тема Квадрозвука Тех лет Очень интересна И не исчерпывается Тремя Выше Помянутыми Стандартами О которых Я сейчас Рассказал Возможно По ней Я сниму Отдельный Ролик Так что Пишите В комментариях Интересна Это вам Тема Или нет Если нет Тоже Пишите В комментариях Об этом Поскольку Данный Ролик Носит Скорее Познавательно Развлекательный А не Энциклопедический Характер И К тому же В разумный Хронометраж Я не умещу Даже Простые Перечисления Достойных Моделей Усилителей Производства Сенсуй Не говоря Модельный Год На одной Фотографии Постарались Уместить Дизайнеры Нанятые Сенсуй Их Производственную Линейку Кассетный Дэк Достаточное Количество 8 моделей Проигратели Винила 5 штук Моделей Акустика Поверху Идет Тоже Достаточное Количество Моделей Ну и Целых Три Батареи Ресиверов Усилители Мощности Усилители Предварительных Тюнеры Там же Присутствуют И даже Наушники Тоже Сенсуй Освоила К этому Времени То есть Любо Дорого Посмотреть На хорошие Времена Фирмы Сенсуй Сенсуй Был одним Из первых Аудиопроизводителей Который Внедрил Передовые На тот Момент Транзисторные Технологии В хай-фай Оборудование Из-за этого Изменения Важность Трансформаторных Технологий Стала менее Значимой Для бизнес Структуры Компании В 1978 79 Году Производство Продажи Рекламы Трансформаторов Марки Сенсуй Были Переданы Компании Хошимота Электрик Включая Все технологии Документацию Также Сенсуй В Хошимоту Перешло Несколько Опытных Инженеров По Трансформаторным Технологиям Позднее В Хошимоту Любили Подчеркивать Что Вместе С специалистами Технологиями Сенсуй Передала Им Твердую Приверженность Качеству Продукции Философии Технологического Сайт Живой Обновляется И как можете Увидеть Посмотреть Сами Даже На сайте Они Производят Широкую Линейку Трансформаторов Различного Назначения Как под маркой Хошимота Так и Сенсуй И Пожалуй Они в большей степени Чем кто-либо Заслуживают Выпускать Что-либо Под маркой Сенсуй С начала 1970-х Годов Для Сенсуй Прозвенело Несколько Недобрых Звоночков Судьбы А именно На протяжении 70-х И 70-х Годов Компания Сотрясала Несколько Конфликтов С просоюзом Собственных Рабочих В результате Одного Из них Основатель Президента Косако Кикучи Подал В отставку 1974-м Году Причиной Конфликтов Стал Выросший Курс Йены По отношению К доллару В результате Так называемого Шока Никсона Когда США В 1971-м Году Отказались От привязки Курса Доллара К золоту По результатам Проведенных Реформ Тогдашним Президентом США Ричардом Никсоном А из-за Выросшего Курса Йены Соответственно Выросшего Ценника В долларах Объемы Продаж На американском Рынке Ощутимо Снизились И компании Пришлось Сокращать Расходы И издержки В том числе И через Сокращение Персонала Также Немалую Долю В объемах Продаж Составляли Продажи Техники Военнослужащим Которые Служили Письма Подписанного Начальником Экспортного Департамента Сенсуй Подобными Письмами Сопровождалась Рассылка Каталогов По данным Базам Объемы Продаж Подобным Уразом Были Значительными Которые Также Снизились После Девальвации Долларов Те годы Вот смотрите Первая Страница Письма Потом Там идет На двух Страницах Последующих Перечисления Что может Быть Продано Особый Интерес Там Составляет Последняя Страничка Что можно Заказать По почте Вот видите Модели 3000А 2000А 1000А Указан Вес Во втором Столбце Заказываем Позиции Потом Цена В долларах США Соответственно Потом Страховочка На время Пересылки Каких-то Там стоят Жалких 60-50 Центов И потом Стоимость Доставки Четвертый Столбец Указана Доставка До Базы Военной И соответственно Последний Столбец Это Доставка До США Ну на Почтовый Адрес Покупателя После данных Неурядиц Абсолютная Приверженность Сенсуй Качеству И высоким Уровням Технологий Дала Тречину В изделиях И технологиях Стала Наблюдаться Экономия К середине 80-х Годов Руководство Сенсуй Полностью Запутывалось Философией Компании И стратегией Ее бренда Причин По которой Сенсуй Была вынуждена Отказаться От своей Независимости В 1989 Году Также К середине 80-х Годов Объемы Продаж Сенсуй Начали Уступать Конкурентам Sony Pioneer Technics И другим Производителям Сенсуй Покинула Внешние Рынки К концу 80-х Годов Взреточившись На внутреннем Рынке Японии Дела Пошли Упадок Также Из-за Спада Аудиобума И волны Цифровизации Компания Начала Производство Телевизоров Высокого Класса И другой Видеотехники В 1987 Году Компания Меняет Свой Исторический Логотип Официальная Версия Якобы Вознаменование 40-летия Компании Но Не это Напоминает Анекдот Про фэншуй Когда Начинают Двигать Мебель Вместо Того Чтобы Поменять Что-то Другое Хотя Тогда Это Было Повальным Развлечением Среди Японских Производителей Можно Вспомнить Примеры Со сменой Логотипа Уайвы Саньо Пионер Рядом Других Компаний В 1989 Году Сэнсуй Стала Дочерней Компанией Британский ППА Полипек Интернешнл На протяжении Всех 90-х Начало 2000-х Годов Начинается Настоящая Чехарда Со сменой Матерейских Компаний Их поменяли Порядка Шести Раз И сменой Президентов Компании Также Поменяли Порядка Пяти Штук Компания Начала Размещать Заказы На Изготовление Техники Под своим Брендом На сторонних Предприятиях Последние Усилители Разработанные И произведенные Компанией Были Серии Альфа Такие Модели Как АУ-707 И АУ-907 В 87 Году Давайте Внимательно Посмотрим Картиночки Смотрите Вот это У нас Усилитель АУ-Альфа 707 С индексом Ай А вот это АУ-Альфа 770 Диар По идее Они Прозвездены Были В одно Время Еще Раз АУ-Альфа 907 Ай Внимательно Смотрим И еще 907 АУ-Альфа 907 Опять С индексом Диар Смотрите Это разные Усилители На мой взгляд И то есть Вот таких вот Ребусов В истории Компании Особенно Ближе к концу Очень много Когда Упоминается Где-либо Какая-то Модель Усилителя Там Релесивера Очень важно Проявить дотошность Потому что Под одними Очень похожими Индексами Могут скрываться Совершенно Разные модели Вот видите Всего лишь Навсего У одного Ай на конце У другого Диар на конце Так что Будьте Внимательны И дотошны Также В 1988 Году Разработан И выпущен Компанией Усилитель AUX 1111 MOS Вот он Такой Красавец И еще Чуть позднее В 1997 И 1999 Году Также Было Выпущено Два усилителя Серии Винтаж Это предварительно Это предварительный C2105 С2105 Весил Между прочим 17 кг А стоил 380 Тысяч Йен И мощник Эта картиночка Страничка Разворотик По C2105 Сен-Суи Передала Свои Трисформаторные Технологии В конце Семесятых Годов В 2001 Году Компания Продала Свою Последнюю Производственную Базу Продажи Аудио И видео Оборудования Снизились До совсем Несерьезных Величин Несколько Миллионов Йен В год Основное Внимание Компании Было Уделено Послепродажному Обслуживанию Ремонту Продукции Выпускавшейся И продававшейся В прошлом Сен-Суи Полностью Прекратила Производство В Японии Между 2002 И 2005 Точная Дата Неизвестна Споры По этому Поводу Не стихают По сей День Операционную Деятельность Сен-Суи Прекратила В 2014 Корпоративный Статус Компании Прекратил Своё Существование 13 Августа 2018 До 2021 Года На территории Японии Производить И продавать Потребительские Товары Под брендом Сен-Суи Имела Право Японская Компания Дэшиша Вот её Логотип На экране На самом деле По-японски Это немножко По-другому Звучит Её название Но я не буду Говорить это вслух Потому что Нас смотрят И девочки Тоже Но Кому сильно Надо Тот может Погуглить Или вспомнить Как Именовался Дэширак Когда приходил Только в Россию Там тоже Было немножко Смешно И неприлично Текущий статус Бренда Сен-Суи На территории Японии Мне неизвестен За пределами Японии Бренд принадлежит Компании Нимбл Холдингс Расположенный В Гонконге Которые Помимо бренда Сен-Суи Принадлежат Права На торговые Марки Акай Накамичи Данный Холдинг Получает Доход За счет Лицензирования Своих Японских Торговых Марок Производителям Которые Платят Компании Комиссию В размере От 2 до 6 Процентов Отвалов Объема Продаж В абсолютных Величинах Эта сумма Например По бренду Сен-Суи Составляет На данный момент 5-6 Миллионов Долларов США В год Таким образом Сен-Суи В настоящее время Является Всего лишь Зонтичным Брендом Потребители Теперь склонны Считать Сен-Суи Брендом Массового Рынка А не Производителем В качественной Электронике Но как мы Все понимаем И видим На настоящий Момент Электроника Производимая Под этим И другими Некогда Японскими Брендами Кроме Названий Не имеет Ничего Со своими Японскими Предками Ну что Не устали От картинок Потерпите Еще чуть-чуть Скоро Начнем Обзор Теперь Вернемся В середину 80-х годов Откуда родом Наш сегодняшний Герой И когда Сен-Суи Находилась Если не на пике Своего величия Но во вполне Хорошей форме И полистаем Каталоги 84-го года Для погружения В атмосферу И реалии Того времени Смотрим Каталог 1984-го года Маленькая Ремарка Перед просмотром На тот год Конечно же Был не один каталог У фирмы Было их Несколько Глобальных Для всемирного рынка Где Выходных данных Значилось Три центра продаж То есть Это Япония Европа И США И они были На английском языке И соответственно Был ряд каталогов Изваны для локальных рынков Там японский Чисто немецкий Штатовский И так далее То что мы будем смотреть Это будет Некая компиляция Из четырех Мне известных каталогов Для глобального рынка На 1984-й год Так выглядела Обложка Этих каталогов Я пойду По тому же Порядку Перечисления Все техники Каких придерживался Сенсуи То есть Сначала будет Видеотехника Дальше мы Рассмотрим Цифровые источники Цифровые там Штучки всякие Потом пойдут у нас Усилители Тюнеры Следующий пункт Будут у нас Эквалайзеры Он того заслуживает Отдельного упоминания Этот пункт Далее будут Кассетные деки Потом Проектели винила Потом акустические системы Далее компонентные системы Скажем так И миди системы Потом будет Портативная техника В конце будут Аксессуары И кое-что еще О чем вы узнаете В конце повествования Значит на одной Из первых страниц Мы можем видеть Два интересных девайса Это во-первых Аудио-видеопроцессор AV99 И Приставочка Знака генератора VCG99 Я специально Немножко Переформатировал страничку Чтобы было понятно Видите Справа большая диаграмма Она на самом деле В оригинале Она маленькая А я сделал ее чуть побольше Чтобы было видно и понятно В центре Аудио-видеокомплекса По другому Прямо не скажешь Находится Этот самый Аудио-видеопроцессор Что он умеет Способен коммутировать Все возможные И невозможные Звуковые И видео Сигналы В нашей системе Во-первых Тут есть Такая штука Как видите Вайпинг потенци Это Предусмотрено Я думаю Было для Энтузиастов Видеозаписи В тех годах Уже была Видеозапись Распотренина На портативных Видеокамерах И Были даже Те люди Которые Это Не просто Как-то снимали Какие-то торжественные Или памятные моменты Да А еще Монтировали из них Художественные фильмы И вот как раз Знакогенератора Вот этот И вот эти вот Все штуки Предназначались Именно для таких Энтузиастов Было смонтировать А тут Как видим По диаграмме То есть Возможно Подключить Видеокамеру И еще Два Видеоисточника То есть Либо два Видеомонитофона Либо видеомонитофона И еще Проигрыватели Лазерных видеодисков Полный простор Для творчества И это Причем Бытовое Применение Не профессиональное Это именно Любительская тема Домашняя Это сейчас Какой-нибудь Более-менее Приличный ноутбук И какой-нибудь Более-менее Приличная Программулина В виде Видеоредактора И все И погнали Снимать Или опать ролики То раньше Это только Такие вот Железные Были решения Выполненные В железе Без какой-либо Изменяемой Программной Составляющей Одна из Фич Главных Это Монтаж Видео С наложением Видеоэффектов Там значит Текста Какого-либо Которого захотим Предусмотрена Цветовая коррекция Там Баланс белого Прочие Эффекты То еще Давайте посмотрим То есть Все тут Можно закоммутировать Мало того Что Видите Два монитора Телевизионных На одном Мы смотрим Источник А на втором Мониторе Мы можем смотреть То что получается У нас на выходе Там после Цвета коррекции Допустим Или после Эффектов Или после наложения Титров Получаем что Сквозной канал Для руководства С терминовой магнитной записи Сюда же можем Подключить Кассетные Деку Тюнер Компакт Дисплеер То есть Проект Левинил Аркетические Системы Все что хочешь И полная 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 Свобода Творчество Но Этим Не заканчивается У нас Видеодевайс Того года Производство Этой фирмы Смотрите Какая штука SXV1000 Контрольный центр Аудиовидео Который поддерживает Три уже Подключения Видеоисточника Помимо всего Прочего Далее Ну у него есть Неудивительно Пульт Дистанционное управление Тут же Встроен Ресивер Есть FM-AM Тюнер 80 Ватт На фронтальные Каналы И Там значит Сурраунд У него присутствует Видимо Два канала По 8 Ватт Что-то типа того Что он нам позволяет Давайте посмотрим Вот видите Три видеомагнитофона Снизу На диаграмме Один подразумевает Эфирная Запись Сапись с антенны Другой Под кабельное Телевидение Третье Под запись Лазерного диска То есть так По богатому Для богатого Энтузиаста Система Такая собранная Примерная Ну понятное дело Что видим Графический эквалайзер Сверху Видеопроцессор Который мы могли Видеть Да Ранее Компакт-дисплей Сюда же Антенну Внешнюю Для тюнера FM-AM Кассетную деку Винил Телевизор Монитор Опять же Видимо Контрольный Ну и акустика Фронтальная Соответственно И тыловая Сурраунд Далее У нас здесь Есть Такая возможность Как они пишут Мультидименшн У симулята В случае если у нас Видеомогитофоны Поддерживают Стереозапись Мы можем Соответственно Расширить ее Да Стереозапись А в случае Если у нас Моно Видеоисточник Да Мы можем Симулировать Стерео То есть Другими словами Сенсуи На то время Мы же говорили О квадрозвуке О его пионерстве И опыте В квадрозвуке В начале 70-х И вот до середины 80-х Как бы Сенсуи Не растерял еще Запала В плане Сараунда Экспериментов Многоканального звука Причем Если мы вспомним Там наиболее Удачный эксперимент Мы говорим Про фирму Dolby У которой Появился стандарт Dolby стерео В 76-м году Но этот стандарт Был Прежде всего Для кинотеатров И только В 82-м году Его там Как-то Адаптировали Для дома И он получил Название Dolby Surround И что еще Позднее случилось Это в 87-м году Как-то допилили Dolby Surround Да Что-то Удобоваримое И система получила Название Dolby ProLogic То есть Сенсую Нашел Своим путем Оригинальным Не желая Сдаваться на милость Dolby Продолжал Как-то развивать Там Поддерживать Жизнь своих Квадроэкспериментов Далее Видим еще Интересных Трип видео девайса Это AV-77 Аудио-видеопроцессор AV-C-10 Аудио-видео Контрольный центр И DS-77 Аудио-видео Уже Суравн Процессор AV-77 У нас Может отвечать За что За Коррекцию Видеосигнала Шарпность И детейл Шарпность Это у нас Соответственно Четкость Детейл Ну Что-то тоже Слово деталь Детальность Картинки И он еще Поддерживал Порядка Там Десяти Видеоэффектов Просто не стал Перегружать Картинками Этот момент Но Он тоже Как бы Позволяет Расширить Возможности Творчества Видеоэнтузиастов С камерой Или просто При перезаписи Также тут Присутствует Система Шумопонижения DBX И опять же Те вот моменты По поводу Суравн Видите У каждого девайса Стоит напись Суравн Не просто Суравн Синим Суравн Они поддерживают Манипуляции Скажем так Со звуком Либо из моно Мы можем получить Симуляцию стерео Либо из стерео Мы сможем получить Что-то типа Какое-то Расширенное стерео Улучшенное стерео Ну опять же Широкие возможности Коммутации Видеомагнитофоны По две штуки Видеоплееры Дисковые Тюнеры Камеры Все это Поддерживалось Давайте посмотрим Вот AVC10 Смотрите Видите Четыре Видеоисточника В виде Трех видеомагнитофонов Одного Видеоплеера Лазерного диска То есть опять же Телевизор Опять же Монитор контрольный Поддерживает Тут же Подключение Видеопроцессора PCM процессора О них расскажу Чуть позже Аудиопроцессора Все это Волшебным образом Можно скоммутировать И на выходе Получить Необычайного Качества Для того времени Продукт Энтузиазма И творчества Ну и плюс Еще Видите Суравн Звук Можно подключить Окружающий звук Ну вот DS77 Тут в принципе Вся та же самая история Но Большей частью Тут Идет Упор на звук Дальше Смотрим следующую страницу Что мы видим На левом развороте Мы видим Ничто иное Как Лазер диск Плеер То есть Сенсуете Члени ноги На этот момент Мог производить И такие штуки То есть Не каждый Производитель Ботовой электроники На этот момент Мог себе позволить Возможность Производить Проекты лазерных дисков То есть Мы говорим Не про компакт диски А мы говорим Про большие видеодиски Соответственно Эта штука Поддерживала Там несколько стандартов И лазер диск И компакт диск Обычно Здесь можно было слушать Но чем примечательен Именно этот аппарат То что он был Достаточно продвинутым В своем классе Он поддерживал Двустороннее воспроизведение То есть Если мы посмотрим На модели Пионера Который был Наиболее Пионером В этой области Фирма Пионера Меется ввиду То у них Даже С их широкой Производственной гаммой Лазерных проигрывателей Этого класса Далеко не все Могли поддерживать Двустороннее воспроизведение То есть Вот этот девайс Мог Далее Мы видим Тут Целых пять Видеомагнитофонов Причем Два из них С возможностью Hi-Fi записи Понимаем Что такое Hi-Fi Надеюсь Все знают Так И тут же Мы можем видеть Справа Видите Мониторчик Именно монитор То есть Это не телевизор Это именно Монитор Для тех Игрич Скажем так Энтузиастов Домашней Видеопродукцией И справа Мы еще видим Значит Комплект Акустики То есть Там SV-1127 То есть Эта акустика По разумению Производителя Была специально Заточена Под Домашний кинотеатр Тех лет Она мало того Что трехполосная А у нее еще Эти нижние штуки Они являются Пассивными Излучателями Басы В домашнем кинотеатре Уже тогда В 1984 году Были в почете Публике хотелось Уже басов При просмотре Видеофильмов Со спецэффектами Уже басов Хотелось побольше Почему я решил Показать В том числе Видеопродукцию Как помните Я говорил там Про историю компании То что Помимо Аудиопродукции Когда уже там Все было плохо Она сконцентрировалась На видеопродукции Когда ушла С внешних рынков И перешла И осталась Только на Внутреннем рынке Японии То есть ребята Не начинали С пустого листа И задел у них По видеопродукции Был достаточный Чтобы сконцентрироваться И заниматься Только этим Так А вот Следующий Разворотик Очень интересный Девайсик Который видим сверху Он в принципе Достаточно Всем знакомый Именно этот класс Девайс Всем знакомый То есть это Проект компакт диск То есть 84 год Это уже не была Диковинка Это уже Ну не было Загурядным явлением Но уже было Более менее Привычным явлением А вот снизу Девайсик Заслуживает Отдельного Короткого рассказа Это класс устройств Называется PCM процессор То есть вот видите Можно прочитать Трикод PCM процессор Что это такое До По появлению Компакт диска Наиболее Ну первого Распространенного Цифрового носителя Звука Где-то С 1977 года У продвинутых Любителей Звукозаписи На западе Существовала Возможность Записи цифрового Звука Я не ошибся В те годы Можно было писать Цифровой звук С помощью PCM процессоров На Угадайте на что На Видеомунитофон Идея была Не новая И пришла Из профессиональных Моментов Типа Радио И видео Вещания В недрах Корпорации NHK Про которую Рассказывал Я в одном Из прошлых выпусков Ссылку дам В описании Наверное Всплывет что-нибудь На экранчике В конце 60-х годов Инженером Из научной Лаборатории NHK Пришла в голову Писать цифровой Звук На Аналоговый Видеомагнитофон Идея Стояла в том Что в те годы Как бы Не существовало Носителей Достаточно пропускной Способности Для записи Цифрового аудио И разработчики Из NHK Придумали Достаточно изящный Способ Оцифровать Аналоговое аудио Далее Преобразовать В аналоговый Видеосигнал В котором Единицы Ноль Цифровой информации Кодировались В виде Черно-белых Точек То есть Сейчас точно Не вспомню То ли Единица Была черной Точкой То ли Ноль Была белой Точкой Или наоборот Склероз Уже замучил И полученный Таким образом Видеосигнал Записывался На катушечный Кассетный Магнитофон Устройство Преобразующее Аналоговый Звук Сначала в цифру А потом Видеосигнал При записи Получили название PCM-процессор Для воспроизведения Записан Таким образом Звук Соответственно Сигнал Видеомагнитофона Подавался На тот же PCM-процессор Мы понимаем В PCM-процессоре Стоит Одноременно Аналоговый Цифровой преобразователь И цифроаналоговый Преобразователь Для промышленного Прежде всего Вещательного Применения Данные разработки Иночки Проводила Фирма Denon В 72-м году Она выпустила Первый в мире Многоканальный Рекордер Цифрового Аудио Модель Называлась ДН-023 А спустя Пятилетку В 1977-м году Фирма Sony Нам всем Известна Довела Данную Технологию До бытового Применения Выпустив PCM-процессор Под маркой Sony PCM-1 То есть Что мы имеем На выходе Почти за пятилетку До появления CD-аудио Существовала Возможность В бытовом Прежде всего Мы не говорим Про профессиональное Применение То есть Уже в 1977-м году Существовала Возможность Для любителей Звукозаписи Делать цифровые Аудиозаписи Единственная Как бы Печаль состоит В том То что Между Этим стандартом Собственно Там были стандарты А сейчас Не назову Спецификации Звук писался Немножко в другом Формате Нежели Для CD-аудио То есть Это не Redbook То есть Дискредитация Там была 44 с каким-то копейками Там 0.86 Что ли Типа того Но разрядность Была тоже Поначалу Порядка Там 11 Типа того А в последующих В поздних ревизиях Разрядность Довели До 14 бит Но в любом случае Прямой совместимости Не существует А еще Позднее Что Интересно Sony Применила Эту технологию Для разработки Стандарта Дат Который увидел Свет В 87 году Если Кому это Знакома Технология Все Наверное Удивлялись Могли удивляться Почему Технология Дат Так похожа На Принцип Видеозаписи Как раз Ноги Растут Отсюда Так что Ставьте лайк Кто помнит Стандарт Дат А Кому Эта технология Напомнила Отечественную Разработку Арвид Ну не знаю Ставьте Два лайка А кто пользовался Арвидом 90-е годы Ставьте Три лайка Таких Вот прям Динозавров Наверное Совсем Мало Остается А уж Если Разработчики Заглянут К нам На огонек Ну не знаю Поставьте Уж Комментарий Расскажите Как вам Пришла В голову Такая Штука Как Архивирование Данных На видаки Еще Один Момент Интересный Что Надо заметить Что Производство Таких Ботовых PCM Процессоров Освоили Далеко не все Производители Ботовой техники Конечно Sony Была Впереди Всех У нее Было Порядка Пяти Моделей У Виктора GVC Было Порядка Трех Или Четырех Моделей По Две Модели Освоили Technics А у Rex Она Тошиба Наш Сенсуй Дальше Вам Сенсуй Это Высокий Уровень Инженерии И Вообще Высокого Уровня Электроника В те годы Так Вот мы Посмотрели Вот этот Аппаратик Он у нас Называется На всякий Случай PCX01 Трикод PCM Процессор Чем он Примечательен Видите Тут как бы Какая-то Непонятная Картинка Сначала Облачок Потом еще Один Облачок Облачок Слева Который Меньше Это его Блок питания А сам Облачок PCM Процессора Со стегнутым Блоком питания Подразумевал Прежде всего Мобильное Использование В нем Отсек Есть для Аккумуляторов Также Были такие В те годы Достаточно Мобильные Модели Видеомольтофонов Которые Также Поддерживали Аккумуляторное Питание Но Конечно Это Наверное Напоминает Советский Анекдот Про Электронные Часы Помните Там Два Чемодана Батареек Стой Куда Сорвался Батарейки Возьми Для часов Вот тут Такая же Тема Наверное Чтобы выйти На природу Фичер записать Это Две Не совсем Маленьких Коробочки И Какое-то Количество Чемоданов Батареек Аккумуляторов То есть На всякий Случай Диаграмму Я тоже Сделал побольше Видите Можете Посмотреть Вот видите Тут PCM Процессор Соответственно Идет На подключение К видеомагнитофону Видеомагнитофон Опционально Получается К телевизору Чтобы просматривать И Между Видеомагнитофоном И PCM Процессор Видите Двустороннюю Связь То есть При записи На PCM Процессор Поступает Аналоговый Звук Далее Идет Видеосигнал Записанный Цифровой Информацией И соответственно Наоборот Когда у нас Производим С видеомагнитофона С видеомагнитофона Идет Видеозапись Закодированная Цифровой Записью Звука PCM Процессор Обрабатывает В аналог И уже Поступает Обратно На усилитель Вот такой Интересный Момент Звукозаписи Конца 70-х Начала 80-х Годов Так Продолжаем Тут у нас опять Цифровые Истории Как раз Вот здесь PCX11 Посмотрите Видите Если PCX1 Он больше был Заточен Предусмотрен Под мобильное Использование То PCX11 Он больше Проектировался Для работы В стойке Не знаю Можно Наверное И враг Стойку Было Поставить И соответственно Мы также Здесь можем Наблюдать Порядка Пяти Правителей Компакт-дисков Далее У нас На повестке дня Усилители И тюнеры Вот эта вот серия Всем нам Хорошо знакома B2301 Мощничок И C2301 Предварительные усилители Ну и там Модельки попроще Помните Да B2102 И C2102 И там Еще будут попроще Модельки Сейчас перелеснем То есть Вот эти вот Столбики Красные прыгающие Это конечно Мне кажется Дизайнерская находка Сенсуя Кто-то Еще похожее Делал Кажется Там шарп Там своих Каких-то Миди-системах Подобные вещи Завораживает Эта штукенция Когда работает То есть Не затейливо Но Завораживает Вот Ну и Дальше Еще у нас там AU AUG99X С тюнером Тут немножко Уже С некоторыми Вольностями Типа эквалайзера Наблюдаем модельку AUG77X Индикатором уровня Такая она Менее строгая Более игривая Так Вот эта серия Тоже интересная AUD33 Потом AUD55 AUD22 AUD101 Я вот совершенно Точно помню Вот Средняя моделька В этой линейке AUD33 Она собрала Достаточное Количество Положительных Рецензий В аудиопрессе Тех лет Тут такой Наблюдается Минимализм Да В духе Английских Производителей Кажется Там Сенсуя Пытался Сыграть На симпатиях К английской Аудиотехнике И минимализму Тех лет Такое же было Веяние Помните До нас Он добровоз попозже Там где-то В начале 90-х Веяние Минимализма Корни этого Крылись Чуть раньше Ну конечно Они не могли Сдержаться Там на 55-й модели Поставили Индикатор В уровне Но Контрастом Немножко Вот эта линейка Немножко Смолится на контрасте По сравнению С другими Линейками Усилителей Сенсуя Так Далее у нас Идут опять же Уже широкая Линейка Усилителей Попроще Там G77X G33X G55X Тюнер 33X 55-й И вот Интересная Модель тюнера TU-D99MX В чем Интересность Его В одном Прошлых Передач Я удивлялся Такому стандарту Как радиовещание В амплитудной Модуляции Но Со стереоприемов Видите AM-стерео Вот этот самый Тюнер 99-й Он как раз Поддерживает Этот стандарт В Европе Это не было развито Это было развито В Америке В Японии Тоже До сих пор Жива какая-то Радиостанция Единственная Которая Вещает В AM-диапазоне Но в стереорежиме Далее Тоже 55-й С разными Тюнерами Ну и совсем Там простенький G11X Далее Ресиверы С компьютерной серии Компу Ресивер В чем Фишка То что тут Добавилось Много кнопочек Много индикаторов Такое веяние Было Где ни попадя Всаживать Микропроцессы На управление То есть Тоже Никак нельзя Такой фирме Оставаться Было в стороне Чтоб Что-то Своё слово Не сказать В этом плане И теперь Глость программы Мы говорим Графический Эквалайзер Подразумеваем Сенсуй Говорим Сенсуй Подразумеваем Графический Эквалайзер Я вот Не знаю Конечно Подскажите В комментариях Если я не прав Или поправьте Меня в комментариях Если я не прав Я не знаю Более крутой модели Графического Эквалайзера Для бытового Хайфай Применения Чем модель SE99 Наверное Она многим знакома Может быть Кто-нибудь И не знает Там 12 полосок С красивыми индикаторами Но это всё Ничего Тут же они пошли По полному Беспределу У них тут Проводной пульт Дистанционного управления С микрофоном Мы можем Сидя Откуда мы обычно Слушаем музыку Именно для этого места Обработать АЧХ На свой вкус То есть она будет Не абы какая-то Эфемерная галочка Как мы все любим Или большинство Из нас любят А уже То что нам надо Потому что Микрофон у нас В помощь Далее у нас Чуть пониже Идет модель SE88 Тоже с пультом Дистанционного управления Но уже без микрофончика Ну и плюс Там модели Пошли тоже разные SE9 SE8 Ну и плюс У них еще были Интересные модели Отправлять Вибрации Микширование микрофонов Какой-то глубиной Ну и прочим Прочим То есть Полная свобода Творчества Но уже для Энтузиастов Звукозаписи Еще у нас Тут эквалайзеры Как же Чтобы Сенсуи С одной моделью Или с двумя С тремя Вот видите На любой вкус И кошелек Так Далее Кассетные деки Я особо Не буду останавливаться Потому что их много Скажу что они Были в производственной линейке На тот момент Сенсуи Их было много Я насчитал Порядка трех десятков Моделей Это не считая Цветовых Отличий То есть модель В черном Сайте В темном Варианте Оформлении И там Серебре Эти различия Мы не считаем Я просто Насчитал Порядка трех десятков Разных моделей Кассетных деков Как-нибудь В другой раз Я может быть Остановлюсь У меня никогда Не было Кассетных деков Заглядывался На ранние модели Семидесятых годов Ну как-то Не судьба Вот просто Пролистаю Картинки покажу Потому что Они были И двухкассетные И с автореверсом И без И с таким управлением И с другим управлением На тот момент Порядка тридцати Кассетных деков Было В производственной линейке То есть Они может быть Были Не в один раз Не в один год Модели Ставились на производство Снимались С производства Но в любом случае На момент Восемь четвертого года Можно было Выбирать Из тридцати Моделей Далее У нас идут Проигрыватели Винила Сначала На левой страничке Идут Такие Старообрядные Старорежимные Классического вида XR Q7 XR Q5 Очень много Дерева Очень большие крышки Очень большие Тонармы То все И дальше На правой страничке Такие более Модерновые вещи Идут Модельки Совсем Они не очень сложные Судя по Иксам 510 520 530 550 Обычный Тонарм Тонарм Не тенденциальный Но вот это вот Решение Не знаю Скажите У меня ни разу Не было Винил Управителя С индикацией И с управлением На лицевой панели Мне кажется Это интересно Выглядит Жизнь Хотя ни разу Не видел И не пользовался Так Ну вот Еще одна Страничка Модельки Уже подороже PL40 PL30 PL50 И вот Пошли Пошли PL45 Видите С тенденциальным Тонарм Моделька Дальше У нас PL55 Тоже С тенденциальным Тридцать Пятый Тоже И еще Одна Страничка Вот эту Страничку В принципе Можно было бы И пролистать Топовые модели Такие наиболее дорогие Допустим Мы смотрим В левый угол Мы видим XP99 Там прямой привод Там очень Замудренный Тонар Все очень Сложно И достойно XRQ7 Который мы уже Видели Просто в черном цвете PL75 Это такая Штука С тенденциальным Тонармом В верхней линейке И вот эту Штучку Можно было бы И пролистать Не поняв Что это Можно подумать Машинка Для мойки винила То есть С тех времен Кто по современни По младшим возрастом Скажет Да блин Ксеркс какой-то Что он тут делает Или машинка Для ламинирования Ребята Но это все Гораздо веселее Это проигрыватель Винила С фронтальной Загрузкой Низка Вставляем Виниловую Пластинку И все остальное Происходит Автоматически Она автоматически Определяет Размер пластинки Автоматически Может играть Две стороны До восьми фрагментов Можно программировать Воспроизведение Мне Какие-то Либо подобные Модели У других Производителей Я не знаю Если знаете Поправляйте Или дополняйте Меня в комментариях Но на самом деле Мне кажется Впечатляет Обращение Инженерной мысли Мы знаем Какие-то вертикальные Модели У многих Производителей Которые Не требовали Переворота Даже Шарп Это делал В мобильных Переносных Системах Но здесь Это горизонтально И это Полный Автомат Не может Не вызывать Восхищения На мой взгляд Далее у нас Идут Акустические Системы Старый Добрый Хай-фай Во всей красе То есть Нормальные Ящики С нормальными Низкочастотными Динамиками Четыре полосы Много дерева В оформлении То есть Все хорошо Кто уже устал от дерева Видите Были Оформления И поскромнее Даже не поскромнее А в другом В стиле Белые диффузоры Много-много Металей Мелких Привлекающих Внимание Хорошо Далее Опять же У нас Громкоговорители Наблюдаются Просто Галопом по Европам Не буду сильно Останавливаться Чтобы Не сильно Тратить ваше время Ну и еще То есть Я насчитал Порядка 30 моделей Акустики На тот момент Они выпускали Ну тоже Все по-разному Вот опять же Пошли такие Добрые модели В стиле Классического Hi-Fi Четыре полосы И все такое прочее Тут еще модели Есть кажется Вот эта серия Если мне склероз Не изменяет XL500 Да У нее кажется Тоже Нижний динамик У нее Также Пассивный излучатель И помимо всего прочего Четыре полноценных полосы И причем Акустика Это опять же Производство Именно Сенсует Не какой-то аутсорс У нее было собственное Производство Акустических систем Это тоже Мне кажется Немаловажный момент Ну и дальше Пошли Труба пониже Дым пожиже Пошли Как мы видим Интегральные Компонентные системы Тут можно запутаться Немножко Как бы в терминологиях Миди система Вы видите Они предпочитали Называть интегральные Компонентные системы Ну мы понимаем О чем идет речь Такой Бюджетный хай-фай В минимум корпусе Да То есть Колонки раздельные Но все остальное Уже Слаборазделяемо Или вообще неразделяемо Пошли Леген Суперкомпу Планы такого центра Одного мы видели В начале этого видео В рекламном ролике Сенсуя Тоже не буду Сильно долго останавливаться Просто покажу Что они Были в наличии И причем Я даже не стал Все включать Их картиночки Просто я вам показываю То что это было В производственной линейке Сенсуя И было в достаточном Если сказать Не сказать Большом количестве Разных систем Далее HG series Ну я думаю Что это Такое тоже Что-то ближе К миди-системам Уже чуть поменьше Полноценных блоков Хотя могу ошибаться Может быть просто У них какая-то Выдающаяся серия была Не сталкивался Фантазировать не буду Но просто тоже Показываю Что и такие системы Были в производственной линейке Дальше у нас Пошли уже Точные миди-системы Видите В соответствии с названием Они тоже Скажем так Просто были В производственной линейке Сейчас наверное Особого интереса Не представляют Хотя разные Бывают любители Коллекционеров Просто опять же Показывают Для эрудиции И они были В производственной линейке Сенсуя Ну вот Интересная страничка Портативная техника Бумбоксы Тоже были В производственной линейке Сенсуя Была CP5 Попроще моделька Видите Два цитовых решений Было доступно И CP7 Тоже Двух цитовых решений Мне кажется Неплохие агрегаты И они Достаточно известны В среде любителей Бумбоксов Но что более интересно Что помимо этого Еще были модели Вот старшая модель CP99W Но по некоторым моментам Прям может Дать Наверное Прикурить Иконе СНГ пространства В виде шарпа 939 Почему может Дать прикурить Да потому что Смотрите Какое у него управление Полное логическое Электронное управление Цифровой тюнер Не хватает Спектроанализатора Чтобы прямо На полном Притете Выступить Здесь этого нету Ну и там ряд моделей Попроще Были Видите 77 55 Не мог я удержаться Чтобы не вставить Разворотик С бумбоксиками Да Это в принципе Те же самые модели Но добавлены Тут младшие модели Видите 99 77 55 Дальше пошло FX700R Такое со стегической колонками Не очень большой Но очень затейливый Момбоксик Дальше Еще моделька Пошла попроще FX500 Тоже стегической колонки Но там еще попроще Ну и совсем Что-то такое Пляжа батону FX300R Совсем не затейливый Маленький Ну и Плееры тоже были Кассетные Причем Как минимум Две модели Так Ну и наконец Добрались мы До последней страницы И это действительно так То есть это не моя компиляция Действительно так Наш герой Он же Кассивер CR-M7 А также Младшая модель CR-M5L То есть практически В конце каталога В одном месте С аксессуарами То есть о чем это нам говорит О том что Этот аппарат Выпускался Без претензий На какой-то Серьезный уровень Просто кому нужно Компактное Как мне кажется Решение Более-менее Полично звучащее Вот пожалуйста Вот существует Такое решение Видите Существует еще Пример сетапчика То есть Для полного счастья Берем небольшую Полочную акустику И берем Провитель винила Какого-то начального уровня И под это еще Можно купить Небольшую стоечку И вот она наступает Хай-фай счастье В миниатюре Так Отличие от Младшей модели То что CR-M7 Видите У нее цифровой тюнер А у М5 Уже аналоговая тема А во всем остальном Они очень похожи Не мог удержаться Картинку каталога Не вставить Тут немножко По-другому Они выглядят Но тут милая Девушка с собачкой Как же Не запустить собачку Вместо котиков Опять же Пример сетапчика Так Для чего я так долго Мучил вас Этими картинками Каталогами И всем прочим Просто На примере Вот этого момента Я вам хочу Рассказать О том Что фирма Сенсуй В те годы Являлась игроком Высшего дивизиона Без всяких скидок У нее была Достаточно широкая Производственная линейка И достаточно Сложных Технологических Девайсов Все это было в широком ассортименте Все это было Высокого качества Но Многим Из нас Которые вот живут Там На территории бывшего СССР Фирма Сенсуй Как-то проскочила Немножко Мимо праздника Хай-фай Да Помните В те времена Начало 90-х Середина 90-х Конец 90-х Когда Начали завозить Хай-фай Новый К нам Допустим В Москве Жил Помните Фирму СВ На этом Специализировался Еще ряд Компаний Когда можно было Прийти Не просто Поглазеть На все Это великолепие Но даже Подкопить Деньжонок И купить Хорошую Кассетную Деку Усилитель Или акустику Но На этот Праздник жизни Сенсуй Уже не попал По простой Причине По которой Я уже рассказывал Раньше Так как К концу 80-х Он ушел С внешних рынков И уже любителям Хай-фай Сенсуй Начало попадаться Уже в виде Каких-то Исторических Артефактов Там На торговых Площадках Там типа eBay Yahoo Японский И каких-то Может быть Отечественных Торговых Площадках Уже в виде Винтажа Скажем так На вторичке И из-за того То что Большей частью Все-таки Сенсуй У многих Ассоциируется С усилителями У всех Тоже сформировалось Такое мнение Что Сенсуй Выпускал усилители И все Вот как раз Вот этого стереотипа Я хотел немножко Пошатнуть Ну для тех Кто не знал И немножко Именно показать И рассказать То что Сенсуй Это далеко Не только усилители И ресиверы Фирма Сама Можно сказать Была целая Цивилизация Которая жила Там чуть больше Полувека Но тем не менее Смогла оставить После себя Достаточное количество Образцов Высокого инжиниринга Высокого класса Интересно По-настоящему Именно поэтому Так долго И нудно Я вас мучил Картинками И историей Ну что А теперь Наконец Мы посмотрим Покрутим Повертим И послушаем Наш кассивер Производство Сенсуй Модель Сиар М7 Вот смотрите Я приготовил Палочки Для привлечения Внимания Мне попеняли В одном Из предыдущих роликов Что мы Что ты тыкаешь Карандашами В аппараты Я Запарился Немножко И сделал Видите Цветовую гамму Сегодня Не знаю Сегодня Мне нравится Допустим Красненький А вы Пишите В комментариях Какой вам Больше нравится Цвет На общем Голосовании Выберем Цвет Палочки Для следующего Ролика Ха-ха-ха Что мы видим На лицевой панели На лицевой панели Мы видим Кнопку Для начала Выброса Кассеты Кнопка Питания Разъем Для телефонов Ну соответственно Логотип Компании Тут Кварцентайзер Стереокассет Ресивер Серый М7 Значит Подчеркивается То что она Поддержит Ленту металл Логическое управление Так Ну что Выбросим Кассетку Да И посмотрим Вот видите Тут все По фэншую Окошечко Подсвечивается У нас Там Да За кассетой И такой Прям Микролифтик Ну не то чтобы Медленный Как любят Многие Но Мягонький Так Далее Что мы наблюдаем Счетчик ленты Обычный Механический Кнопки Перемотки Вперед Назад Пауза Воспроизведения Соответственно Клавиша Стоп Клавиша Записи Рекмут Да Приглушение Записи Соответственно Индикация Присутствует Это диодная На плее На воспроизведении На паузе И на записи Далее Мы наблюдаем Красивую Такую Шкалу С индикацией Всего Чего Только Можно Вот здесь У нас Индикатор Воспроизведения Да На светодиодиках Единственное Что Ну не знаю По мне Конечно Две полосочки Было бы лучше Ну и так Неплохо Значит Соответственно Тут Индикация Либо В случае Тюнера Запомненных Станций Тут есть Пять ячейк памяти Для FM Отдельные Для AM Да И также Что индикация Что вот эти кнопки Они как бы Составляют Единое Логическое Целое То есть В случае Тюнера Мы щелкаем По пресетам Да И видим Индикацию В случае Работы Когда работает У нас Кассетная Дека Этими клавишами Мы осуществляем Поиск музыкальных Фрагментов Вот видите Тут помечено Ампс То есть Автоматик Там Дыр-дыр-дыр Забыл как Но Напишу Напишу Наверное Бегущей строкой Вот Тут поддерживается Поиск Трех Фрагментов Далее Что мы имеем Здесь Значит Индикатор Приема FM стерео И дальше Индикатор Уровня сигнала И тут еще Кнопочка Memory Для запоминания Радиостанций Она нам тоже Индицирует Тут кнопочка А вот индикатор Далее Мы наблюдаем Красивый Индикатор Цифрового Тюнера Сразу Возникает Аналогия У нас Наверное С фирмой Пионер Помните Все ее Компоненты Выполнены На едином стиле С подобными Индикаторами Ну смотрится На самом деле Вживую Роскошно Не знаю Как на картинке Получится Но вживую Роскошно Даже Китайцам Не удалось Выжечь Любовь К синим Индикаторам Своими Светодиодными Технологиями Помните Там в 90-х В начале 2000-х Годов Такие были Чуть ли не Лазерные Светодиоды Которые Допустим Вставлялись в зарядку И этой же зарядкой Можно было Такое Устроить Дежурное освещение Прихожей Ну и не только Мне так сказать Многим нравятся До сих пор Такие индикаторы Ну смотрится Роскошно Вообще без вопросов Так Далее значит У нас здесь Настройка тюнера Ну давайте Попозже расскажу Когда буду Когда дойду до нее Значит здесь у нас Регулятор Низких частот Регулятор Высоких частот Баланс Далее идет Селектор режимов работы Кассетная дека Далее линейный вход Далее АЭМ Диапазон тюнера ФМ Диапазон тюнера И вход для Винилового проигрывателя Дальше у нас идет Такая Скажем так Многофункциональная Кнопочка Относящаяся к тюнеру Она отвечает За автоматический Либо ручной Поиск И Также Переключает Стерео и монорежим Такое немножко Спорное решение В плане эргономики У меня тут Пара-тройка моментов Не нравится Сейчас остановлюсь На них отдельно Подробнее Так Значит Кнопка Тон компенсации Ну и Ручка регулировки Громкости Далее Что я мог забыть Значит Здесь есть Поддержка Таймера То есть Два режима На режим записи На режим воспроизведения По поводу Работы с таймером Аудиодевайсов Я останавливался В одном из своих Предыдущих роликов Ссылочку дам Там В окошке Где-то всплывет Если кому интересно И кто Немножко не в курсе Может Немножко повысить Свой Свой кругозор Далее Значит Идет селектор Выбора ленты Тут тоже все По фэншую То есть Поддерживается Хром Ну обычный Нормал Да И лента Метал Ну и далее Соответственно Селектор Долби То есть Либо включен Либо выключен То есть Долби присутствует Все отлично Не пожадничали Рей Долби Отстегнули Ройалти А Рей Долби Признал То что Можно Разрешил Устанавливать Долби На эту деку Далее Здесь Есть разъем Для микрофона Соответственно И его уровень По поводу Значит Каких-то просчетов Ну таких вот Эргономичных Да Вот по-моему Ребята Немножко перепутали То есть Вот это у нас идет Кнопка выброса А вот это у нас идет Питание То есть Ну Я бы их конечно Поменял местами Может быть Какое-то там у них Конструктивное ограничение Было И они сделали так Ну я вот допустим Постоянно путаю Эти кнопки В данном случае Ну вот эта вот Многофункциональная кнопка Там тоже она как бы Ну тоже дело привычки Скорее всего Но немножко так это Напрягает По крайней мере Первое время точно Так Ну и Пропустила Не пропустила Это такая качелька Интересная Видите Тын-тын-тын И слышите Тут есть бипер Бипер То есть Он подтверждает Нажатие Кнопочки настройки Вот Ну это качелька Соответственно Ну вниз настройка Да И вверх настройка Соответственно А если мы поставим Автоматический Видите Он тоже пиликает На каждое переключение Так Еще такой интересный момент Индикация здесь Видите Только из десятичной Ну как обычно Мы привыкли Там 101.7 Да Но на самом деле Он поддерживает частоту Там еще одну То есть 0.5 После Последнего разряда То есть Можно настроить Не просто 101.7 Нам можно настроить 101.75 Грубо говоря Смотрите 101.7 стоит 108 Вот видите Бипер есть Но частота Не перещелкнулась То есть Значит У нас частота Стоит сейчас На 101.85 Ну это такой Малозначный нюанс Но рассказать о нем Я просто не мог Просто не мог Вроде ничего не забыл И вроде ничего не пропустил Давайте попробуем Послушать Послушать Кассетку Смотрите Что я сегодня Приготовил На что у меня сегодня Глаз лег В одном из предыдущих роликов Я рассказывал Про такую удивительную Компанию Как Машина Рекордс Про их там Издание Тоже сейчас Подсказочка Может всплывет Может быть интересно Посмотрите Смотрите Ребята Значит Помимо Изданий На компакт-дисках Еще Издают Выпускают Релизы На Виниле Но это Еще ничего Куда не шло Но еще Они Выпускают Релизы На компакт-кассетах Ребята В наши дни Можно Купить Студийный Релиз На компакт-кассете Представляете Не очень Известная Команда Там Новый Композитор Электронная Музыка Ну Что-то Мне захотелось Это Сегодня Послушать Давайте Попробуем Давайте Попробуем Послушать Кнопочки Здесь ЛПМ Ну Прям Хорошие Такие Знаете Прям Как будто Не из тех Годов Так Ага Конечно Ж В принципе Ничего Такое качество Как бы У машины Рекорд Приемлемое Скажем так Самое главное Приятная Кассета Такая Незамысловатая Без особых Исков Такой Тяжеленький Такой Корпус Приятно Реклама Блин Несанкционирована Денег не получаю Правда Парни Ну И такое Оформление Тоже Неплохое Кейсик Неплохой Так Ладно Хорошая реклама Заниматься Бесплатной Значит По кнопкам Не закончила мысль Такие они Приятненькие Да Такие Обрезиненные Как будто Прям Не из середины Там Восьмидесятых А что-то Более Позднее Ну Хорошо Сделанное Ну Вот видите Как говорил Индикация Светодиодная Далее Далее Что мы сделаем Давайте мы попробуем Давайте мы попробуем Продемонстрировать Систему Поиска Фрагментов Музыкальных Значит Кассета По звуку Не надо Писать дневных Комментариев Такая просто Техническая Кассетка С каким Звуком Просто там Единственное Нарезано Много-много Фрагментов Специально Для Поиска Демонстрации Режима Автоматического Поиска Сейчас Что-нибудь Начнется Вот Началось Да И допустим Нам нужен К примеру Второй фрагмент Вот Я выбрал Второй фрагмент Если кто не видел Да А вот Там еще Индикаторы Видите Работают Уровня Какая Красота Все Ищем Фрагменты Однообразные Нарезанные Вот видите Прошел Первый Фрагмент Прошел Второй Фрагмент Включилось Воспроизведение Красотища Ну давайте Тоже допустим Второй Фрагмент Назад Поищем Так Значит Ну хорошо Мне вот Нравится Такое все Мягонькое Какое-то Оно все Особое Да Такой Незамысловатый Девайсик Как мы говорили Это не Там Супер Хай-фай Как мы Видели По каталогу Это уже Где-то Конец Каталога Ну даже Вот такое Как бы Бюджетное Решение Очень приятно Такое Какое-то Оно Особое Просто Ну вот Прямо Вызывает Особые Чувства Ладно Хватит Расшаркиваться В симпатиях К Сенсуй Давайте Попробуем Послушать Радио Значит По поводу Радио Ребята Веду Прием На такой Извините Веду Прием На такой Телескоп Нахожусь Далеко За городом Но основная Беда У меня В этом домике Крыша Из металлочерепицы Тут прием Ну совсем Просто Никакой Так что Че поймаем То поймаем В городе Он ловит Очень хорошо Так У меня Даже было записано Я что-то Как-то подготовился Вот видите Что это за программа Я не знаю Так не будем Старайтесь слушать Смотрите Значит Что касаемо Поиска Автопоиска Вот видите Это вручную У нас стоит То есть Мы вручную Ищем Да Как бы Ну и соответственно Вот эту кнопочку Отжимаем Многофункциональную И пошел Автомат Почесал 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 Вот Ну говорю Тут сейчас Плохой Совсем плохой Прием Какой-то футбол Транслирует Напишите в комментарии Какой Я слабоват В футболе Так Ну что Значит Можем еще Послушать Наверное Можем послушать Еще что-нибудь С линейного входа Вот Я древний Айподик Подключил И Знаете Какая-то Была у меня Задумка Думаю Что ж Такого послушать Какой-то Сегодня Такое у меня Было Ностальгическое Настроение Веселое И думаю Что бы Такого Нам послушать Ну сейчас Включаем Линейный вход Не показываю Вам Что буду Ставить Пишите В комментариях Кто отгадает Такое Ностальгическое Веселое Немного Даже Хулиганское Немного Даже Хулиганское Дискотека 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 Здравствуйте Здравствуйте Дискотека Здравствуйте Мы, оказывается, слышали без басов совсем. Ну и так далее. То есть не знаю, конечно, как мой бюджетный телефончик передаёт. Всё, может быть, даже с искажениями. Но, в принципе, играет он неплохо для вот этого класса устройств, для своего формата, для своих габаритов. Так, ну что? Мы, наверное, ещё посмотрим то, что у него расположено сзади. А если поставите лайк этому видосу, я даже сниму верхнюю крышку, чтобы показать, что внутри. Шучу. Всё. Ладно, переходим на заднюю панель. Перешли на заднюю панель. Начинаем слева направо. Слева у нас расположены два входа для внешних устройств. Вход для винилового проигрывателя, и вот для него клемма земли. И линейный вход. Далее переключатель BitCancel. И далее разъёмы для антенн-тюнера. Подразумевается возможность подключения одной антенны для диапазона АЭМ. Видите? Возможно подключение двух антенн для FM-диапазона. То есть для 75-омной версии, скажем так, и для 300-омной версии. Ну вот это вот общая для АЭМ-диапазона 75-ом. Далее у нас идёт клемма для подключения акустических систем. То есть правый канал, левый канал. Розетка для подключения внешних устройств. Некоммутируемая антенн-свитч. Тут, если этот сетевой шнур включен в розетку, то здесь также подаётся питание. Ну, бывает удобно. Ну и пара табличек. То есть серийный номер наблюдаем. И, соответственно, служебная информация. То есть Сенсуи, CRM7, ну и дальше всем понятно, японские иероглифы. Что может быть интересного здесь? Может быть не все встречали в своей жизни подобные клеммы. Давайте немножко продемонстрирую. Значит, смотрите. Берём акустический кабель. И, допустим, видите, зачищенный. 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 Нет, ну вот видите, чтобы было всё по фэншу. Вот видите, красненький. Да, мы, значит, красненький вставляем в красненький. Вставляем, грубо говоря, до упора. Без щелчка, но до упора. И просто поворачиваем на 90 градусов. Всё. Кабель у нас зафиксирован. Видите? Тяну очень сильно. Видите? Смертельный номер. Тяну за кабель сам девайс. Ну, ещё какой интересный нюанс. Как вы видели, японская версия, это аппарат 100 вольтовая. Но при этом тюнер принимает спокойно весь диапазон. То есть от 88, от 87 и 5, вернее, до 108. Почему так? Потому что я знаю лучшего мастера в Москве. А может быть, даже никакого мастера. Волшебника. И не то, что в Москве, а может быть, на территории всея СНГ. Мастера, который без наколенных технологий, обходных там, по полному фэншую, может перестраивать практически любой японский тюнер, предназначенный для японского рынка, на диапазон FM, принятый в том числе и у нас. То есть от 87 до 108. Так что, если кому интересно, обращайтесь, дам координаты этого волшебника. Так, и что? Ну, теперь для тех, кто поставил лайк этому видосу, я, наверное, открою верхнюю крышку. Для тех, кто лайк не ставил, выключаем это видео. Хорош. Спецфрагмент. Для тех, кто поставил лайк. Вскрыли крышечку. Что мы наблюдаем? Давайте по порядку попробуем. Секция блока питания. Такой добрый трансформатор. Не знаю, производство Сенсуи или это уже всё-таки они покупали на стороне. Но если даже покупали на стороне, то, видимо, был жёсткий кастинг. Такой добрячий, добрячий трансформатор. Хорошие тут ёмкости стоят, между прочим, несмотря на небольшой размер, небольшой ёмкость. Они прямо вот дёргаем из розетки, там держат аж несколько секунд звук. Усилитель мощности тут организован. Аудиофилы начинают держаться за спинки стульев. Или там, если в общественном транспорте смотрим, то крепче начинают держаться за ручки. Всевозможные. Организованы на СТК. Но эти СТК такие, как надо. Это не жёсткая краилова 90-х, 2000-х годов, когда СТК там совали куда угодно и как угодно. Лишь будешь видеть. Тут, в принципе, применение СТК обусловлено необходимостью компактности решения. И, в принципе, они играют очень неплохо. Там что-то по спецификациям заявлено 35 ватт на канал по один стандарту. Но даже если 35 ватт они не качают, то играет вполне хорошо и ровно. Не знаю, удалось ли мне это передать на ролике. Но на мои уши. Можете верить, можете нет. Ну, соответственно, это продержанный механизм. Значит, далее основная плата, на которой расположена секция тюнера высокочастот. Вот это у нас плата фон-корректора. Далее у нас расположена вертикально плата долби шумопонижения. Далее это у нас плата усилителя воспроизведения записи. Вот это плата логики лентопротяжного механизма. Ну и здесь у нас логика тюнера и, соответственно, индикация в FFD. Ну и укропнённый, если не вдаваться в детали, там какие-то нюансы и тонкости. В принципе, всё. Ну, что сказать. Для этого класса устройства, как мы помним, тут всё-таки претензий нет на супер хай-фай. Всё и неплохо как бы сделано. А, вот, забыло, ребята. Смотрите, вот он бипер. Это не тюнинг, это родной бипер. Смотрите, какие размеры серьёзные, солидные. Если попытаться дать объективную оценку, то, в принципе, всё и неплохо как бы и сделано. Ну, конечно, в плане ремонтопригодности, ну, не знаю. Ну, могут быть, наверное, нюансы не совсем простые и не совсем очевидные. Ну, а так-то всё и неплохо и достаточно добротно. И радиатор, в принципе, не знаю, сможет ли он рассеивать заявленные. Ну, с другой стороны, почему бы и нет, не совсем уж он такой маленький, как бы, и достаточно эффективный, мне кажется. Ну, чудес нету, чудес нету, откровений нету, но всё более-менее добротно, на мой взгляд. Не супер профессиональный. Как-то вот так. Кто имел совесть, не поставил лайк и посмотрел, вот теперь имейте совесть и поставьте лайк после просмотра внутрянки. Ладно, шучу. Важное замечание для господ-аудиофилов. Прослушивание было осуществлено с помощью акустических кабелей О.Л.Бах. И не какой-то там китайщине, а настоящего, ещё винтажного начала 90-х годов. Но, Джомани, все дела. Два по полтора квадрата. Так что не пишите гневных комментариев, товарищи аудиофилы. Так, ну и, наверное, традиционный резюм, резюме данного видео опуса. Непосредственно касаемо этого аппарата. Не знаю, как по мне, достаточно классный девайс. Да, мы осознаём то, что это не супер хай-фай. Как мы видели, все это где-то стоит там в конце производственной линейки. Это что-то такое совсем начальное, совсем, может быть, ну не совсем, но компромиссное. Но в чём прикол? В чём прикол, в чём соль и прочие изюминки. То, что мы имеем в компактном корпусе, достаточное количество винтажных технологий. Всё в одном. Ну, для тех, кто в сфере винтажного аудио достаточно давно, ну, чё я, ребята, вам буду рассказывать? Нравится? Ну, надо брать. Не нравится или не совсем нравится? Ну, по-любасу надо брать, там разберёмся. Купим, послушаем, поймём, надо нам это, именно это, или не надо. Но этот аудио прибор, девайс, может быть, незаменим. Как я думаю, как я считаю, в двух случаях, в двух сценариях. Во-первых, это может быть классным входным билетом для тех, кто только начинает увлекаться винтажным аудио. То есть не надо тратить каких-то безумных денег, покупать там какие-то дорогие усилители, дорогие источники, дорогие какие-то прочие вещи, для того, чтобы понять, нужно вам это в реальной жизни. Не на картинках, не в видеообзорах, а вот именно в реальной жизни. Или вам это не нужно. И, как бы, непосредственно сама модель вот этого кассивера, да, и вообще кассивер как класс. Можно в компактном объёме, с минимальными затратами денежных средств, понять, надо вам это или не надо. Ваше это или не ваше. Ну, для полного счастья, понятное дело, можно прикупить небольшую акустику, как мы увидели, как это вообще позиционировалось, как это планировалось. То есть небольшая какая-то акустика, двухполосочка, допустим, формата полочников. Опять же винтажная, там, 70-х, 80-х годов. Поставить это, установить, послушать и понять, надо вам это или не надо. Ну, ваше это или не ваше. Ну, и там, чуть-чуть, если чуть более есть увлечение, чуть-чуть больше есть тяги, ещё в комплект купить виниловый проигратель. Не обязательно. Эта же фирма просто можно купить, опять же, винтажная, там, 70-х, 80-х годов. Не обязательно навороченная, скорее всего, даже чуть-чуть попроще, но надёжная какой-нибудь, более-менее надёжная. Как это может быть относимо к винтажным делам? И уже и на винил подсесть. Всё компактно, всё достаточно бюджетно. Потом уже или отказаться от этой затеи, забросить и продать с минимальными потерями, либо даже дальше как-то идти по тяжёлой, по лестнице с высокими ступенями винтажного аудио. Ещё один сценарий рисуется, то, что, знаете, кому не разрешают иметь дома много чёрных коробок, или серебристых коробок. Ну, многим знакомые ситуации, ребята, практически у всех есть прекрасная половина. Ну, всё понятно. Не у всех есть возможность. Прежде всего, пространственная. Не у всех там есть квартиры, которые позволяют разместить стоечку-другую хай-фай-компоненту. Но можно всё-таки путём дипломатии и прочих ухищрений всё-таки выкроить место в стеллажике, в стеночке для вот такого небольшого девайса и пары колоночек. И, может быть, даже если сильно заморочиться дипломатическими приёмами и виниловый проигрыватель туда засунуть. Ну, это так, шутки-шутками. Что ещё? Сейчас картинки покажу. На Туманном Альбионе, и не только там, бывает популярно строительство домиков. Аудио-домиков чисто парни заморачиваются и строят где-то на своих поместьях маленькие домики чисто под аудио-удовольствие. Да? Сейчас вот, видите, иллюстрации пошли. Не у всех же такие есть возможности и желания, на самом деле. Может, поместье есть, нет желания строить аудио-домик. Но вот компактно, так сказать, как-то разместить уголок винтажного аудио для души, пожалуйста. Вот это вот идеальный, мне кажется, рецепт. Ну, как минимум, на начальной стадии заболевания. Ещё один прикол из жизни, конечно, не знаю, насколько он будет интересен. Может, там отвалится сейчас вся аудитория на этом эпизоде. Но вот есть такой ответ вот этим домиком, да, аудио-домиком с Туманом Альбиона. Хотя я знаю и в Московской области, и в Ближнем Подмосковье подобные вещи я видел. И аудио-домики, и комнаты прослушивания, ого-го. Вот. Но на всякий Туманный Альбион у нас же найдётся, так сказать, ответ этой противной Англии. У нас есть такое развлечение, как гаражи. Знаете, северные гаражи. Сейчас я покажу картинки. Смотрите. Вот. И это тоже. Если кто-то увлекается вот этим гаражным строительством, я бы сказал даже градостроительством, так вполне себе, так сказать, если там чисто непыльный гараж, место для аудиофильских и прочих утех, и вполне себе это, так сказать, создаст определённую атмосферу такую. Вдруг гараж выдержан в таких строгих дизайнерских решениях 70-х, 80-х годов. Вот такая штука, так сказать, будет просто незаменима, мне кажется, там. Далее. Касаемо звучания. Касаемо звучания. Да, отлично он звучит. Ребята, если, так сказать, нет тяжёлой стадии заболевания аудиофилии, достаточно, так сказать, хорошо он звучит. Ну, за свои деньги. Не надо там требовать каких-то от него сверхожиданий и прочих, так сказать, моментов. Отлично. Отличное звучание. Это отличное винтажное звучание, прежде всего. Главное, всё-таки, не устану повторить эту мысль. Главное, не на чём вы слушаете. Главное, что вы слушаете. Там можно обложиться DSD и прочими HD-форматами, но если этот формат, простите, сделан непонятно из чего, а в конверт и все прочие-прочие-прочие моменты, он не будет звучать, что не на таком аппарате, что на каком-то там порядок на два дороже. Надо гоняться не за аппаратурой, надо гоняться именно за релизами. Релизами за работой звукорежиссёров. А уже потом от этого начинаем плясать. Может быть, спорная точка зрения, не у всех она найдёт поддержку или понимание, или, может быть, я сумбурно выкладываю мысли свои, но смысл в том, что аппаратура вторична, а вот записи, релизы, это всё-таки первично. Так, что я мог забыть рассказать? Что я мог забыть рассказать? Ну, для полного счастья тут ещё, может быть, можно пристроить, примастылить в летус-атаптер. Пускай там никто не падает в омурок, но что, мы все живём в 21 веке, тримминг-сервис это не чуждое нам занятие. То, что, допустим, опять же, если мы это пристроили где-нибудь дома в укромном уголке для прослушивания, придя с работы, чтобы не бегать, не мучиться, найдя какую-то хорошую, интересную музыку, поймав на стриминге или интернет-радио, мы могли её послушать не через наушники, не в автомобиле, допустим, а в домашней, комфортной обстановке и на более-менее хорошей приличной акустике. Этого тоже для полного счастья, наверное, здесь не хватает, но это вопрос решаемый. Или внешний, так сказать, блютус-адаптер, или находим мастеров, которые нам это чудо техники встраивает внутрь. Места там немного, но предостаточной квалификации достаточно, чтобы устроить нам ещё все блага цивилизации 21 века. Так, ну и что ещё? Да, в принципе, наверное, на этом всё. Всем пока, до новых встреч!